всем привет с вами старку это вторая серия по игре форум стимулятор 15 на карте долина лт сегодня я хочу немножко продать силоса так лучше через свет так и не знаю немножко заняться поросятами чтобы них было более-менее уютненько чисто потому в прошлой серии мы знакомились с игрой с со мной можно так сказать был и моих планах на будущее а сегодня мы уже пристаем к небольшой работе вот прям нормально вот поработать надо видим какие у нас точки растут точнее растягиваются дождь у нас будет нет ну даже если будет нет сегодня нету но воскресенье будет поэтому на воскресенье если вырастет зерно если она у нас будет вообще то надо будет забыть про ее уборку потому что в дождь нельзя убираться дожать можно там спахивать можно все можно будет но собрать зерно нельзя будет так сколько мы получаем за одну эту штуку 5000 принципе для сложности на максимальном уровне это нормально вот если бы было бы легко то это было бы кошмар так беларусь а это что ты который этот сажает ну давайте по это под заправим тебя даем и нафига мне 10 километров сейчас давай поехали так вот у меня такой вопрос чем у нас с меня будем давать если у нас ничего нету кроме как силоса насколько он ужасен охренеть так ну может а чуть-чуть скосить здесь тоже об ошибок не был нету можно немножко от травки скосить просят сколько у нас просит переду 50 по моему или 200 не при 300 у нас вам не принципиально покормим их может даже сейчас и можно будет силосом по заниматься ах да у нас же еще есть польза и закончена который надо тоже начать садить ладненько сейчас так если мы у нас третье поле есть то давайте лучше туда с ячмень посадим у нас две поля которые будут каналу расти нафиг надо он канал и ячмень хорошие очень хорошо будет у нас кстати там словно я собрал много она у нас там сокровкой будет поэтому назовем коровку этим поросятам солому дать не знаю хватит нам ее или нет но я думаю хватит и сил как бы корм мы еще не можем создать этим поросятам потому что там нужно будет солома сено или высушенный 7 точнее трава нет сено и трава что-то из этого и силос вот надо будет что-нибудь из этого им дать так давай ставим где у нас трактор вот он у нас красавец у первый раз на нем сел точнее у нее все до этого не тестировал так господи как же все ужасно работают этой игры господи забуду что не 3 камера есть не знаю зачем она вот горал какая красивая мне вот самое главное чтобы не было таких пропусков таких вот идет ряд посажены посажены опа несколько метров не посажены я думаю то что вот эта селка должна более-менее справиться конечно высоковато немножко будет потому что вы видите задние колеса насколько они высоко поднимают тележку полин извиняюсь давай 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 вот видите в принципе да не мне я точнее волнуюсь за то что будет не очень хорошо работать этот трактор с этим прицепом так показываю границы поля какой-то у нас поле будет 1 2 3 6 убать поле нет вот этот так точно не это вот я чмень развернуть на на так а я не знаю ёкс и восток наверное север вот его развернули обработка краев ну пусть это будет давайте вот так вот семь с половиной поставим чтобы особо такого не было так и теперь смотрим вопрос куда нам заезжать а вот маркер а так в принципе уже он опущен а тогда более-менее только он будет медленно ехать ну я думаю это не страшно так мне эта силка нравится она хорошо работает правда у нее объем вот эти вот две тонны какие-то неправдоподобные но сойдут так так с ближайшей точки давай 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 тяжело работает по-моему этого трактора будет недостаточно то мы можем изменить 5 километров ни хрена а мы можем чтобы 7 литров не расходовалась а тут никак вот как дано так дано да а слепо отнять ну в общем посмотрим может если не успеем тут за кадром хотя он ведь как начинает буксовать а может все таки вот этот поставить стой гусеничного давайте попробуем гусеничный гусеничный там на нас коровки эти подождут и хрюшки хотя коров у нас нету еще мне кажется есть ли гусеничный хорошо будет работать то это прекрасно и если нет а что то не так сселкой что было такое там даже маленькую селку к мучному трактору поставишь а он такой еле тянет еле дышит ни фига не хватает мощности у них что-то не у нас что-то так селка и в там тысяча лошадиных ступ прописано там 50 тысяч непонятно это вот этот и боль нахождение селок для игры все время когда пытаешься найти хорошие силки вы не работали то все время попадается какая-то хрень и найти вот хорошую селку бывает проблематично даже если это пиратского не краска а платная селка там бывают моды платные продают приват не можно так сказать так где наш трактор вот там стоит мы в прошлой серии там поставили этот пусть стоит тут вот он под деревом стоит ебать опять ему тут хорошо в теньке стоит в пасмурную погоду и вони мы тоже ставим 6 утра ну потому что надо работать по утрам в основном пока светло не жарко и не знаю потому что на днем бываешь работаешь палит слишком ярко вообще невозможно работать а вечером уже такой ленивый хочется работать поэтому все мы дружной семьей компании там пацанами ложимся где-то в семь-восемь вечера иногда было даже в шести там посыпаемся в 4 5 утра ради работы живем бывает очень хорошо если ты конечно приходишь на работу после девяти на первом то конечно же тебе тяжело помню как то в детстве работал на клубнике приходил я пять часов утра работать пока что ну не так уж темно но видно было клубнику там собирать прохладно ну да там максимум нет по градусам я не соображаю может он 20 или 30 ну как бы было прохладно там с собой кофту брал такого достаточно теплую пришлось штаны брать иногда а вот когда уже допустим с 5 утра ты работаешь до обеда это начинается кошмар на тебя солнце палит тебе жарко даже без кофты это кошмар я не знаю так скопируем давайте путь вот и потом становится невозможно работать то есть если утром слишком холодно а днем очень жарко то на нем очень точнее на клубнике очень тяжело работать это еще на клубнике а если бы еще там другие были подработки то есть там огурцы или еще что-то это это ужас зато я хотя бы знаю как теперь зарабатываться деньги это очень тяжело поверьте даже если это подработка ну что ж будем молиться чтобы он нормально потяну хотя по сути это трактор должен был нормально потянуть тут прицеп я уж не говорю то что вот этот 16 нормально тянет газоновский кузов представляете какое разочарование будет мы сейчас поставим а он будет нормально ехать и же и же и же так проверяем вот на горке он нормально проехался и нормально ну вот это чуть-чуть это не страшно он что еще культивирует что ли ладно так займемся мы немножко другим делом этот скоро тоже нет не скоро но тоже будут досаживать это давайте загоним а то он чего на улице стоит ох зверюга много потов а на деле слабак вот что я вам скажу про этот трактор ну косит кость и кость скример улыбки видно то вот давайте чуть-чуть еще продадим чтобы у нас хотя бы 20000 было чтобы не было там 0 на счету ну чтобы не с пустыми карманами был есть что было платить нашим кентам друзьям алкоголиком чтобы они могли довольствоваться водка не из этого светофора а из более таких вот хороших магазинов так ну все в принципе вот этот последний ковш и поехали это чтобы отчеркала охренительно плохо поставлено труба это мешает ее ты че ну по крайней мере ничего не пропустили так теперь займемся поросятами чтоб поросятам дать я не знаю можно вот там где сейчас комбайн косит взять этот прицеп там под собирать и отвезти поросятам я думаю что нужно очень много травы солому они вряд ли будут есть да ё-моё шо ж ты заносишь то так пошла попробуй настроить нет она так не настраивается солому они не едят слома нужна им для того чтобы у них подстилка было на что на чем они лежали и чтобы у них не только жидкий навоз давался но и твердый то есть основном сейчас или не так кнопка от свиньи да силос я им дал силос а я им траву дал все понял я получился траву дал но это еда может так сказать и ну жидкий навоз у нас уже 10 тонн есть но у нас есть еще биогаз который нам тоже жидкий навоз дает поэтому мы богаты и жидким навозом вот уже пять хрюшек вы заверну точнее повзрослевок можно их рубать и вот до 330 крышка было ну 334 поэтому едем на ними вот мы уже приехали чтобы травку собрать давайте наверное вот это линда что что-то такое мне это трактор начинает не нравится давайте вот здесь вот будем собирать маловато конечно ну а что поделать надо хоть как-то собирать будет процесс муторный долги но то поделать эта работа наверное хотя бы на 50 процентов загружим тележку потом поедем их кормить смотреть как будут кушать хотя особо там и не посмотришь вот лесом надо бы мне еще нормально заниматься как бы потихоньку пилю еще можно и щипой заниматься но как бы у меня щипой получается немножко читерна но может быть потом пока что у нас силос есть обычный лес есть там и вот эти поля чипа чтобы для того чтобы мы будем щипу делать для того чтобы отупить свереча не на точнее и деревню и рядом есть поселок городского типа и там у них квартиры туда будем возить щипу продавать и эту щипу они зимой растапливают а сейчас пока что просто деревья мы пилим и выкидываем их в речку ну точнее продаем и эти это дерево уходит на постройку зданий еще всяких там сооружений из дерева ну в общем потихоньку тоже на деревом и зарабатываем но главная цель насчет дерево это выпилить там деревья для полей это тот самая основная задача потому что мне в основном бизнес на лесоводстве не нужен зачем мне заниматься лесом мне больше полями нравится заниматься нежели леса больше еще нравится заниматься прям травой именно не полями заниматься то есть там плох пахать сажать там пшеницу и чмень косить и собирать вот такую траву и превращать ее в силос это тоже прикольно так вот уже в принципе 50 процентов давайте разворачиваться вы не страшно что тут будет неровно поэтому можем ехать так что то он начинает прибуксовать медленно начинать ехать ну салоне руль конечно не совсем про работа но как-то прикольно он ключи на всякий случай если там чё выскочит подчинить на поле перчатки если руки замерзли или не хочешь пачкаться об масло иначе масло трудно оттереть стекла работает и не выключается ну стекла некоторые тут выключаться в игре как это не странно звучало хотя у нас вот еще есть мы можем вот так вот нажать на пробел открыть дверцу вот криво конечно сделал я не знаю что это есть окно можем открыть но не хочет открываться ну ладно это не особо я этим пользуюсь так вот там через дорогу когда это молоко зовут вот там можем молоко продавать да ёшкин кот ну сколько можно зла на тебя не хватает зла зато спереди небольшой противовес есть жалко в игре бездорожья нету и ну оффроуд никак мы не сможем сделать но хоть так так поедем прямо потому что нам нужно прямо есть также завод бетонный который новым не ахте работает пытался работать на нем но как-то там песок гравий вот там гравий не подбираться не работает не хочет в основном поэтому как-то вот не знаю может прописать надо или там сломано что-то вот тут небольшая избушка есть но как избушка дом здесь он мужик живет солому закупает он уже так на уазик накопил он ездит там в город и в другие части фермы продает солому да иногда в городе бывает тоже продает солому на везде покрыть практически между солома здесь есть небольшой такой магазинчик даём ее 3 камера меня бесит банкомат есть можно яйца продать если у нас курочки есть а это старый т-40 соседа как-нибудь возможно если получится я у него выкуплю для трактора потому что он стоит видеть его почти весь гнил его еще можно оживить поэтому как-то так вот у нас сейчас хорюшки поросята будут до трактор вообще тяжело вот у нас тут нагружена давайте их покормим всего больше мне нужно оказывается всего четыре тонны нужно было так здесь ничего не показывает воду нужно набрать только где давайте этот прицеп мы оставим нет лучше отсюда поставим и привезем водички чтобы они пили воду они сухомятка будет есть они по сути могут и без воды но лучше с водой а для этого нам нужен прицеп какой у нас есть прицеп да и сталинский пак такой сами дешевый прицеп для воды наверное возьму на 3 500 я думаю мало денежка есть поэтому можно что-то и хорошее купить вот здесь что-то должно быть есть на 12 это все да но это не то это 3600 это не то вот такая же 6000 это 18 но это все молоко и воду а хотя хотя нет я не буду это покупать вот этот и для молока будет и для воды если у нас молоко по яйца мы можем вот этот прицеп взять и поехать продать молоко это все переместим на ферму и поехали на ферму нашу да ёшкин кот сколько мне это вообще нагружена он видите там солома накопленная вот кучка мы еще оттуда возьмем немного сама только не знаю как если кервис ее не подбирает а нам нужно солома либо мы купим конвейерную ленту либо мы что-нибудь еще придумаем так а воду давайте попробуем здесь в речке набрать можно как раз и в речке набрать если что давайте проверим так вот сюда вот так вот можно заехать вот набирается уже хорошо пусть пока что набирается как-нибудь вот так вот станем такой прицеп есть в игре но это просто водичком перевозит нам и это желательно молоко поэтому нам уже не нужно отдельных два прицепа покупать когда вот такой прицеп есть давайте покатаемся с кабины ну кабин сделал это кабина сделана на удивление так хорошо более менее уютненько сидеть можно руль ну а его мои ну шо шо такое вот кстати отражение появилось на тракторе это не очень у этого трактора есть отражение до такой желтенький светит такое теплое но на гусеничном тракторе том было лучше воду мы здесь набираем а такой сарай для крюшек есть во многих картах так вот и сюда и право вот у нас труба есть до набирается вот у нас потихоньку набирается он доверху должна быть мы не будем доверху мы наверно 2 от сделаем туда очень стараюсь доделаем и вернемся куда будет короче всего не все правильно вот так вот короче всего будет можем вообще даже вот так вот так прямо не заезжая через фирму он кто-то там помидоры выращивают у кого-то колодец дома гаражи уютненько да но у них там мест мало по этом себе так а вот здесь потяжелее будет давайте попробуем чуть-чуть назад сдать как в второй серии дальнобойщиков так вот здесь это он так чуть ли не сломается так давайте лучше на обратно вернемся туда чтобы не рисковать их их а вот поехал и заметьте деньги не тратятся то есть работает двигатель там опять тебе нужно сильно да сколько но он работает от генератора которая подключаться к двигателю трактора ну там хитрим они моим блин и 3 махинации и можно спокойно набрать 6 тонн водички конечно в реальности это очень долго бы делось там полчаса может набиралась в игре по-быстрому что это такого это нормально я не помню что из-за чего это и по перевес или там не помню то что спереди вес трактора больше чем сзади из-за этого он еле удерживать себя или там чё-то не так ну не так прописан поэтому вот так вот себя ведет муж нет полный привод или вообще по-другому это у нас с какой мтз всякий случай мтз 821 да у него полный привод но может быть и не корректно настроен так теперь нам нужно понять как мы можем солому загрузить ладно пока он там разгружает хотя он уже разгрузил поедем-ка заправим нашего друга солярой и водкой желудок вот этот трактор такой самый атмосферный может это сказать селка вот это вот у нас этих долинал нет и на удалены это сел коней для канал она не признастно предназначена не предназначена для канал господи и городку что ли или масохизм как школьник но в игре прописано так что он сажает все подряд хотя оно должно кукурузу и еще что-то сажать не ну это кошмар мостик этот я сам построил потому что вот тот мост он как бы продая там костики катаются то они говорят то что они мне нравится там ехать потому что там водичка намокнут все а чё-то один я работают а точнее катаюсь и ничего я не жалуюсь вот построил мост специально для них так давайте как там он езжал понял так вставляем и возвращаемся к нашему так ты не он опа кстати мы забыли про этот трактор вообще ну ну разве что не вот эти вот штуки принципе сидит нормально отличный трактор и прицеп так вот наш трактор давайте вот так вот развернем паса и ох ты коробки там ну точнее телята давайте вот так вот поставим немножко на дороге будет мешаться на думаю то что мы там не будем особо кататься и наверное продадим или как то наверное есть где-то кучку сделаем чтобы не езжать а может даже туда разгрузим вот сюда чтобы в силы сбу я думаю это самая лучшая мысль так заезжаем кстати там травка тут он сильно тормозит когда я газ отпускаю то за 6 тонн а уже 8 процентов да нам она так вот она наша сломка не знаю будет ли у вас так отбираться как не будет подбираться поэтому надо звать кировцы на помощь если поможет и рыц это вот он мне кажется не поможет а у него вообще прописан этот вот в чем прикол у него эта штука не прописана в эти прописана да ты чё что уж придется покупать вот эту штуку называется 26000 нормально мне придется сейчас кредит дядь а за кадром его уплатить так где ты тут есть вот такой вот а есть вот такой вот но этот плохо работает поэтому я беру вот такой вот я не у него даже цвет нормально только поставил точнее у него цвета не цену я поставил нормально чтобы я понял то что вот вот этот трактор точнее лет лента он нормально работает так у него прицепной есть господи не тормози ошибки и ошибки работают почему я не поехал сразу кировцам вот эти вот грузить солому потому что у этого ковша не прописана солома то есть если буду пытаться загрузить солому а солома не знает что точнее кож вот этот не знаю что такое слова типа у него это не прописано поэтому он вам не загрузит у меня там я чмею пшеница говно и другое запись прописано а солома нет поэтому это так так как тебя развернуть вот лучше включим вот этот сразу вот так вот подставим вот видим на план давайте вверх прям выбираю вот махинации такие магия работают вот она две тонны уже нагрузила многовато сейчас надо подъехать все это загрузить прицеп вот загружается у нас давайте сперем сразу в общем это плохо сейчас работает давайте еще раз посмотрим вот так все назад 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 слишком много слишком и поехали этим грузить обидно наш от кировца подвел ну зато сейчас подстелим так давайте заезжать давай 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 вот видим то что полы появляется у них солома я думаю им вполне хватит это слово не будем ехать за добавкой поэтому оставляем их здесь прицеп отгоняем не знаю давайте вон тут будет стоять что ли это трактор наверно на этих поросят останется если слушать потому что на полях он вы видели то что он слабо работа о остался выворот в прикольно так вы видели как вот этот трактор на полях работал он еле сел куда а здесь вполне в принципе работает правда есть осознение с водяной бочкой но справляется водяной бочкой справляется так давайте посмотрим на статистику свиней вот здесь вот у нас подсказки убрались по подсказкам вообще исчезли подсказки где наш трактор вот он у нас сейчас должно что-то показывать так ну здесь картошка но ничего не показывают охренеть на подъедем на тракторе тогда получается раз он так не хочет и так не хочет показывать хотя я думаю в принципе так вот и не надо но вот здесь вот как бы желательно показывать так вот именно жидкого для чего это ну это я думаю жидкий навоз наполнение а вот здесь это уже твердый навоз это так текстура или эта текстура по моему вот эта текстура вспомнил вот навоза нету но жидкий есть производительность средств один процент в начале было двадцать на 11 процентов прирост конечно можно еще добавить но моно смесь корнеплоды зерновой культуры и было бы вообще прекрасно но мы не настолько сейчас богаты две тысячи долларов то он давайте поставим место и наверное технику сейчас менять не будем в будущем поменяем технику продадим старую которая слабенько будет и купим наверное получше помощнее вот на сегодня я думаю это все спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи и всем пока